Депутаты негодуют. 700 миллиардов рублей, случайно обнаруженные в бюджете на этот год, можно было потратить на социальную сферу. По факту срыва отопительного сезона в Белоярском городском округе Свердловской области возбуждено уголовное дело. Давайте поддерживать отечественное производство. В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Геннадий Зюганов посетил Кировский завод. Бюджет текущего года увеличен более чем на 700 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня выступая на заседании Госдумы Антон Силуанов. Доходы текущего бюджета увеличились благодаря росту поступлений от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Но по словам министра финансов, дополнительные 700 миллиардов рублей образовались за счет экономики четвертого квартала прошлого года. Поэтому предаваться чрезмерному оптимизму не стоит. Эти поступления носят разовый характер. Наши коллеги по счетной палате несколько оптимистичны, смотрят на объемы доходной части бюджета в текущем году. Хочу сказать, что нынешняя ситуация, когда мы сегодня видим курс рубля на уровне 61,7 рубля за доллар, а цена на нефть марки «Юрус» около 45 долларов за баррель, то в этих условиях, конечно, существуют риски и сокращение тех прогнозных доходных параметров, которые мы закладываем в поправке бюджета 2015 года. Не учли 700 миллиардов рублей. И как результат в марте этого года – критическое сокращение расходов на социальную сферу. Это вызвало негодование депутатов Государственной Думы. В марте дотации на сбалансированность бюджетов субъектов Федерации срезали полностью на 37 миллиардов рублей. Сейчас добавляют 45. Сколько из-за этого в регионах закрыли школы и больниц, никого не волнует. А между тем, в 17,5 тысячах населенных пунктов страны уже нет учреждений первичной медицинской помощи. За первое полугодие 2015 года из государственного здравоохранения ушли 2,5 тысячи врачей и более 21 тысячи средних медицинских работников. Более 48% затрат на услуги здравоохранения идут из кармана населения. При этом численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума – более 20 миллионов человек. Недосчитанные 700 миллиардов рублей, по мнению экспертов, вряд ли успеют освоить до конца текущего года. Это, несомненно, серьезно повлияет на дальнейшее падение экономики страны. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия стала более привлекательной для иностранных инвестиций. Он отметил, что ряд крупных компаний, несмотря на санкции, открыли производство в России. Коротко о других новостях в стране. Согласно исследованию в ЦОМ, 65% россиян опасаются стать жертвами террористических актов или потерять близких во время одного из них. При этом 77% опрошенных уверены, что правоохранительные органы смогут защитить население от террористов. Верховный суд России отклонил апелляцию на приговор участникам Нижегородской ячейки террористической организации «Хизбутахир Алислами». Напомним, четыре гражданина Таджикистана были лишены свободы на 10 лет за подготовку теракта в Нижнем Новгороде. В этом году в Крыму было собрано почти полтора миллиона тонн зерна, что вдвое превосходит потребности региона, сообщает агентство ТАСС. Зерно, которое не будет использовано на территории полуострова, уйдет в другие регионы страны и за рубеж. По всей стране за текущий год было собрано 98 миллионов тонн зерна. 22 октября оператор сотовой связи «Теледва» запустил сеть в московском регионе. За первый день работы компания подключила к сети 21 тысячу абонентов. Другие компании, так называемые «Большой Тройки», начали снижать цены и запускать новые акции, чтобы справиться с конкуренцией. Концерн «Калашников» начал поставлять российской армии управляемые ракеты «Вихарь-1», сообщает агентство ТАСС. Компания приступила к серийной сборке изделий и гарантировала исполнение обязательств по госконтракту. По факту срыва отопительного сезона в Белоярском городском округе Свердловской области возбуждено уголовное дело. Это произошло после многочисленных обращений местных депутатов от КПРФ в следственные органы. Об этой ситуации мы уже рассказывали ранее. Напомним, в Белоярском районе замерзают деревни Белоярка и село Большие Брусяны. Жители многоквартирных домов там вынуждены отапливать квартиры печками-буржуйками. Температура воздуха в школах, детских садах и больнице не превышает 15 градусов. К сожалению, должен констатировать, что тепла люди не получат. Почему это произошло? Вот те деньги, которые были ассигнованы, больше 210, они истрачены неправильно. То есть вместо трубы, которая по проекту должна быть 210, заложили трубу 50. Вы сами понимаете, что сечения гораздо меньше. И котельная не может продавить необходимое количество тепла для домов в самом поселке Белоярский. Еще хуже ситуация обстоит в поселке Большебрусянский. Потому что та котельная, которая там построена сегодня, она по своей мощности не сможет обеспечить теплом людей. На что в действительности были потрачены более 200 миллионов рублей, выделенных на переоборудование котельных в Белоярском городском округе, предстоит разобраться следственным органам. В ближайшее время состоится внеочередное заседание районной думы. На нем депутаты от КПРФ вынесут на обсуждение вопрос о снятии с должности главы Белоярского района. Мы будем следить за развитием событий в Свердловской области. Лидер КПРФ Геннадий Жиганов прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В рамках поездки запланированы встречи председателя ЦК КПРФ с представителями городской администрации, рабочими и представителями творческой интеллигенции. В начале визита Геннадий Жиганов приехал к Смольному и вместе со встречавшими его депутатами Государственной думы возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину. Лидер КПРФ посетил одно из крупнейших промышленных предприятий страны – Кировский завод. Он осмотрел производство знаменитых российских тракторов «Кировец» и пообщался с рабочими предприятиями. По мнению Геннадия Жиганова, здесь создают технику, соответствующую всем мировым стандартам. Современные тракторы, которые выпускаются на предприятии, Кировский завод успешно экспортирует в 20 стран мира. У нас есть свой уникальный опыт народных предприятий, крупных промышленных предприятий. Кировский завод и тракторный завод как раз демонстрируют, что можно сделать современную машину. Уровень локализации, последние изделия, уже выше 90%. Фактически, кроме двух деталей, все делают сами. Можно сделать и двигатели, и ходовую часть, все как следует. Поэтому давайте поддерживать свое промышленное производство. Уверяю вас, дела в стране пойдут на порядок лучше. Представители Международного валютного фонда заявили, что Саудовская Аравия может растратить все свои финансовые накопления за ближайшие пять лет. Отмечается, что из-за падения мировых цен на нефть, дефицит бюджета сырьевых стран Ближнего Востока составит порядка 20%. Коротко о других мировых новостях. В Вене министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим коллегой из США Джоном Керри. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии. Позднее к ним присоединились главы МИДа в Турции и Саудовской Аравии. Президент США Барак Обама наложил вето на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на следующий год, сообщает агентство Интерфакс. Глава государства отказался подписывать проект, так как в нем предполагается увеличение военных расходов на 90 миллиардов долларов. На Украине настал последний день предвыборной агитации в преддверии муниципальных выборов. Избираться будет почти 11 тысяч местных советов. Само голосование пройдет в воскресенье 25 октября. Террористическая организация «Исламское государство» получает до 50 миллионов долларов в месяц от продажи нефти на захваченных территориях. Об этом мировому сообществу сообщила иракская разведка. Деятельность ИГИЛ запрещена в России. Палата общин в Великобритании одобрила законопроект, согласно которому шотландская национальная партия отстраняется от прямого участия в голосованиях по ряду государственных вопросов. Отмечается, что до принятия закона шотландцы могли влиять на дела в Англии, в то время как английские парламентарии не могли голосовать по внутренним шотландским вопросам. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok